У тещи поломался удлинитель, удлинитель с выключателем, этот выключатель и не работал, принесла мне на ремонт, разве можно отказать почти родственнику, постараюсь кратко, удлинитель самый обычный дешевый китайский, выключатель на две линии, один контакт просто выплывался, я его вынул контакт, и перепаял провод напрямую, другой контакт не пострадал, выключатель теперь отключал только одну линию, при этом все работало. Добавил предохранитель на 5А, защита не помешает, этот удлинитель работает на телевизор, других нагрузок не предусмотрено, параллельно обеим линиям стоит защитный варистор 10500471К от перенапряжения, расшифровка, диаметр 10 мм, напряжение 470 вольт, но защитный принцип варистора не состыкуется с форм-фактором удлинителя, не хватало защитного отключателя, Предохранитель поставил и по этой причине тоже, удлинитель собрал, все работает, но сомнения меня все же терзали, отдавать не стал, решил таки выключатель поставить полноценный. Живу я на окраине города, радиомагазинов поблизости нет, в центр из-за безделушки ехать не хотелось, тем более не к спеху все это было, полазил по Алиэкспресс, там и заказал. Реальную стоимость этих выключателей, офлайн, не знаю до сих пор, заказал сразу 4 штуки, все разных цветов, зачем мне 4 штуки, не знаю сам, наверное, в детстве не хватало таких игрушек, не наигрался, продавец дал полноценный трек, но посылка шла долго, больше 6 недель, упаковано было супер, несколько слоев пупырки, стянутой скотчем. Внутри стандартный пакет с замком, ровно 4 штуки, именно цеве та, что и заказывал. Для тех, кто хоть немного дружит с паяльником и имеет прямые руки, обязательно сгодятся. Размеры абсолютно совпадают с теми, что даны на странице продавца, заменяемым тоже никаких расхождений, встал как родной, припаялась без проблем, контакты под пайку лудятся хорошо, предохранитель убирать не стал, не для того я его ставил. Долго думал, какого цвета поставить, остановился на привычном красном, включил, все работает, сравнил замененный с покупным, оба на 16, и в то же время использовать на 16, а не тот, ни новый, ни советую. Это понятно на разборе, никогда их не разбирал, поэтому было интересно. В качестве контакторов, обычные формованные пластины. Принцип работы подсветки был ясен изначально, но как они это реализовали, тоже не знал. Новые устроены немного по-другому. Контакторы немного понадежнее. Но еще раз повторюсь. На 16, а их использовать я бы не рискнул. Вот в общем-то и все. В целом, покупкой доволен. Всегда пригодятся. Наверняка найдутся такие, кому дешевле купить новый удлинитель взамен поломанного, тем более не у каждого получится, а может не захочется. А мне всегда интереснее починить. Теперь все. Удачи. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...